Я постараюсь очень коротко. Я все-таки решил для того, чтобы мое выступление продлилось больше, чем один слайд, потому что в случае, когда же она эффективна, я должен был бы сказать всегда, и на это можно было бы закончить. Но я, наверное, скажу о том, когда она особенно эффективна, и когда без нее очень трудно представить себе лечение онкологических больных. Если говорить о значении лучевой терапии при лечении больных раком молочной железы, то вот это слайд, который появился в конце прошлого века и был немножко адаптирован Филиппом Портманом уже в 21 век и стал немножко по-другому выглядеть. Но смысл его заключается в том, что, конечно, лучевая терапия, как это ни парадоксально прозвучит, она наиболее важна и наиболее эффективна в том случае у больных раком молочной железы, естественно, когда уже имеются определенные достижения системного лечения. Когда эффективна системная терапия, тогда становится очень важным компонентом лучевая терапия, потому что здесь она приносит наибольшую пользу. Если говорить о сегодняшнем дне, то я думаю, что, конечно, у нас в основном больные раком молочной железы, они расположены в середине этого графика, то есть это пациенты, которые нуждаются в лучевой терапии и у которых системное лечение может принести определенную пользу, ощутимую. Надо сказать, что последняя часть этого графика, тогда, когда значение лучевой терапии начинает неуклонно снижаться, это те больные, у которых системное лечение вообще способно решить все, по сути дела, проблемы терапии. И, ну, примером такого рода положения дел могут быть больные лимфомы Хочкина, где лучевая терапия на определенном этапе играла очень большую роль, а когда системное лечение достигло определенных успехов, серьезных очень успехов, то значение лучевой терапии начало неуклонно снижаться. Если говорить о лечении больных при консервативном, так называемом консервативном лечении больных, органосохраняющей операции, то здесь на сегодняшний день можно сказать, что без лучевой терапии, наверное, эту категорию больных лечить практически невозможно. И это метаанализ хорошо всем известный многочисленных рандомизированных исследований, которые показывают, что и с точки зрения локального контроля, и с точки зрения выживаемости, по данным практически всех рандомизированных перспективных исследований, лучевая терапия существенно увеличивает и локорегионарный контроль, и показатели выживаемости. Если говорить о роли лучевой терапии у больных ранним раком молочной железы, здесь очень интересных два исследования. между которыми лежит интервал очень небольшой, всего 4 года. Это исследование, которое было опубликовано в 2016 году в Ланцете, где было показано, это анализ базы данных Нидерландов. И авторы этой работы, очень любопытные, провокационные, показали, что по данным этого анализа, органосохраняющие операции вместе с лучевой терапией приводят к более высоким показателям выживаемости, чем больные, которые получали лечение с помощью мастектомии. Ну, понятно, что это исследования ретроспективные, понятно, что здесь может быть очень много факторов, которые повлияли на вот такие финальные результаты, но через 4 года появилось еще одно исследование, в анализ вошло более 2 миллионов человек, в конечном счете анализируемая группа составила более 230 тысяч человек, это уже анализ наших коллег из Северной Америки. И это исследование снова показало, что консервативное лечение в комбинации с лучевой терапией дает более высокие результаты с точки зрения выживаемости, общей выживаемости, чем проведение радикального хирургического лечения в виде мастектомии и лимфодисекции, такой основательной. Надо сказать, что во втором исследовании эти результаты в первую очередь относились к пациенткам старше 50 лет, и поэтому вот в этой группе, конечно, проведение органосохраняющего лечения, с одной стороны, с косметической точки зрения, может быть, не так привлекательно, но с точки зрения онкологической становится еще более интересным. Если говорить о значении и влиянии дополнительного облучения на ложе удаленной опухоли, потому что это тоже очень важный вопрос, он все время дискутируется, на сегодняшний день есть одно большое, крупное, многоцентровое, проспективное исследование с практически 20-летним периодом наблюдения, которое показывает, что на выживаемость действительно облучение ложи не влияет, но на надежность локального контроля подведение дополнительной дозы на ложе удаленной опухоли влияет достоверно, и поэтому лучевые терапевты в абсолютном большинстве случаев подводят дополнительную дозу облучения на ложе удаленной опухоли, особенно у женщин молодых, особенно у женщин с неблагоприятными гистологическими подтипами рака молочной железы, в первую очередь трижды негативным раком молочной железы. И, в общем, об этом следует помнить, и хирурги должны быть к этому готовы. Почему я об этом так подробно говорю? Потому что для того, чтобы адекватно облучить ложек, конечно, оно должно быть хорошо отмаркировано хирургами во время операции, потому что в противном случае сделать это практически невозможно. Если говорить о влиянии лучевой терапии у больных, которым проводилось органосохраняющее лечение, у пациентов уже достаточно пожилых, старше 70 лет, с люминальными подтипами рака молочной железы, здесь существует точка зрения, что назначение эндокринной терапии позволяет нивелировать положительный эффект лучевой терапии, но вот это одно исследование, которое показывает, что с точки зрения выживаемости действительно достоверных различий нет. С точки зрения локорегионарного контроля лучевая терапия достоверно снижает риск рецидива, и, конечно, у этой категории больных, наверное, ее нужно тоже рассматривать как обязательную лечебную опцию. Надо сказать, что сейчас очень интересное исследование начинается европейское, тоже перспективное, многоцентровое, где по-другому ставится вопрос, возможно ли отказаться от проведения гормональной терапии у пациентов, которые подвергались органосохраняющему лечению и последующей лучевой терапии. Думаю, что через 5-7 лет мы уже получим какие-то предварительные результаты. Но если говорить о лучевой терапии, то в целом поводов сомневаться в целесообразности ее использования довольно немного. Но есть одна серьезная такая проблема, которую мы сейчас активно решаем, мы это лучевые терапевты, это, конечно, кардиотоксичность, потому что на рубеже веков и в начале 21 века было достаточно много публикаций, в которых показывалось, что стандартная обычная лучевая терапия, даже при трехмерном планировании, она все-таки ассоциируется, если левосторонняя локализация опухолевого процесса, она ассоциируется с ощутимым риском нежелательных последствий, в первую очередь увеличением количества осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. Надо сказать, что здесь сердечно-сосудистой системой все не исчерпывается, потому что у курящих женщин достоверно увеличивается риск возникновения индуцированного немелкоклещного рака легкого. И в этом смысле слова, конечно, уменьшение радиационной нагрузки на окружающие ткани, это очень важное прерогатив, очень важное направление развития лучевой терапии в 21 веке. И надо сказать, что в начале этого века было инициировано несколько очень важных и очень интересных исследований. В 2016 году было опубликовано результаты одного из первых проспективных многоцентровых исследований, где изучались возможности проведения брахитерапии и парциальной лучевой терапии на оставшиеся на ложе опухоли с определенными отступами в качестве альтернативы облучения всей ткани молочной железы. Основная идея этого облучения заключается в том, что за счет уменьшения объема мы, конечно, очень серьезно уменьшаем нежелательные влияния лучевой терапии на окружающие нормальные ткани. Но одновременно, кроме того, что оказалось, что действительно с точки зрения локального контроля здесь у нас все очень удачно, но выяснилось, что подобного рода лучевая терапия еще существенно улучшает косметический эффект. Если говорить о лучевой терапии у больных после мастектомии, но здесь надо сказать, что, конечно, мы должны помнить, и в контексте особенно этой сессии, что мастектомия не всегда радикальная мастектомия. Это может быть и мастектомия с сохранением кожных покров, это может быть мастектомия с сохранением альвеолярного комплекса. И здесь нужно помнить, что часто значительные объемы ткани молочной железы все-таки остаются неудаленными. И вот это один из примеров, к чему это может привести. Это рецидив у больной, у которой была выполнена кожесохраняющая мастектомия и установлен сначала имплант, а потом протез. Вы видите, здесь возможны рецидивы, это действительно риск существенный. Поэтому у этих больных решение вопроса о проведении или не проведение лучевой терапии это сложный, достаточно дискутабельный вопрос, но он должен держаться в головах и хирургов, и лучевых терапевтов. Если говорить о радикальной мастектомии, я очень быстро пойду дальше, потому что многочисленные перспективные рандомизированные исследования показали, что лучевая терапия чрезвычайно полезна и целесообразна у больных Т3 и Т4 новообразованиями. И очень важный вопрос все-таки о количестве пораженных лимфоузлов. Наверное, все-таки нам невозможно отойти от этого исследования, несмотря на то, что это исследование было опубликовано уже достаточно давно, 6 лет назад, и основана она была на метаанализе проспективных рандомизированных исследований, которые были выполнены еще раньше. Но по данным этого фундаментального метаанализа было показано, что у больных с поражением от 1 до 3 лимфоузлов регионарных, и у больных с поражением более 3 лимфоузлов, в принципе лучевая терапия, вклад лучевой терапии в увеличение показателей локорегионарного контроля и в увеличение показателей выживаемости одинаково высок. И в том и в другом случае лучевая терапия является обязательным компонентом лечения этой категории больных. Особенно выраженным этот эффект становится тогда, когда мы используем комбинацию хирургического лечения, эффективной системной терапии и лучевой терапии. Вот этот вот своеобразный трезубец, он, наверное, обеспечивает самые высокие результаты. Если говорить об облучении парастернальных лимфоузлов, в детали, наверное, я углубляться не буду. Скажу просто о том, что было как минимум 4 больших, проспективных, рандомизированных исследований. Во всех 4 исследованиях был показан очень небольшой, примерно от 1 до 3% выигрыш в показателях безрецидивной выживаемости и выживаемости без отдаленных метастазов в пользу тех больных, которые получали облучение парастернальной группы. Вот это наиболее интересное исследование, датское исследование, в котором было показано, что особенно у молодых женщин, и особенно у женщин с крупными новообразованиями молочной железы, облучение парастернальных лимфоузлов дает очень серьезный выигрыш в показателях общей выживаемости и безрецидивной выживаемости. И, конечно, мы должны помнить о том, что это, наверное, это метаанализ, который тоже подтверждает целесообразность облучения парастернальных лимфоузлов. Но мы в своё время, поскольку мы активно используем визуализацию путей лимфоотока при определении тактики лучевого лечения у больных раком молочной железы, мы проанализировали имеющиеся проспективные и ретроспективные исследования и показали, что если проводить облучение простернальных лимфоузлов с учётом наличия или отсутствия лимфоотока от опухоли в простернальную область, то выигрыш выживаемости может быть очень серьёзным и может достигать 6 и даже 10%. Если говорить о биологических подтипах, времени осталось не очень немного, поэтому я буду так достаточно краток. Что можно сказать? При всех биологических подтипах лучевая терапия оказывает существенный положительный эффект с точки зрения безрецидивной выживаемости. Если говорить о влиянии на выживаемость общую, то здесь любопытные очень данные, которые были получены шведскими авторами, они ретроспективно проанализировали данные проспективного рандомизированного исследования и показали, что наиболее серьёзные выигры с точки зрения выживаемости определяются у больных трижды негативным раком молочной железы. И это, конечно, очень интересная и очень важная находка. Если говорить о неодювантной химиотерапии, то здесь роль лучевой терапии так отчётливо, так ясно и определённо ещё не сформулирована. Но что можно сказать по данным тех исследований, которые есть на сегодняшний день? Особенно важным использование лучевой терапии, как это не парадоксально прозвучит, является тогда, когда мы достигаем очень хорошего ответа на системное лечение. И эта мысль, она, в общем, находится в абсолютном соответствии с тем, с чего мы начинали, с первым слайдом данной презентации. Осталось полтора минуты, нет? К сожалению, большому мне приходится заканчивать, потому что немножечко у меня таймер здесь, видимо, запаздывает. Ну и если говорить о неодювантной химиотерапии, конечно, хотелось бы сказать о том, что в настоящее время, тогда, когда мы можем достигать хорошего, полного патоморфологического ответа у больных в 40-60%, особенно если мы говорим о больных трижды негативным раком молочной железы и экспрессирующих эпидермальный фактор роста, то, конечно, в этой ситуации возникает вопрос, нужна ли здесь хирургия. И вот, наверное, на этом бы мне и хотелось закончить свою презентацию тезисом о том, что возможно, вполне возможно, что в ближайшее время мы поставим немножко по-другому вопрос. Существуют ли больные, у которых лучевая терапия может использоваться вместо хирургического вмешательства? Это, конечно, очень интригующая и важная тема. Надеюсь, что в ближайшие лет 10-15 мы получим ответ на этот вопрос. Спасибо за внимание. Продолжение следует...